Это программа «День с толком» в ближайшие 20 минут о важных событиях дня в студии Елены Кузовкиной и вот некоторые темы этого выпуска. Треть от месячной нормы осадков. Справляются ли дорожные службы со снегопадом? По принуждению или добровольно в пунктах вакцинации студентов побывала наша съемочная группа. Осталось только починить посох. Дед Мороз отмечает сегодня свой день рождения. Сегодня в Барнаул пришла настоящая зима. В городе выпала треть от месячной нормы осадков. По сообщениям синоптиков, снег прекратится лишь к завтрашнему дню. Справляются ли дорожные службы с таким объемом работ, расскажет Анастасия Наборщикова. Вместо 30 минут – полтора часа пути. Сегодня для студентки Антонины Лышовой снегопад – причина пропуска занятий. Рассказывают, что к 8 утра не успела доехать с Малахова до центра. Сегодня же ехала почти два часа. Я опоздала на все пары, выслушивала негодующих преподавателей. Это было кошмарно, ужасно. И очень надеюсь, что сейчас я доеду побыстрее, хотя бы за час. Я вообще с казенной заимки еду, поэтому я практически час забиралась. А вот сейчас не знаю, как уехать. Все было вообще в снегу, сантиметров 30, наверное, шла. Брела. А сейчас? Ну, сейчас, вроде бы, получше. Как сообщили в мэрии, чистить город начали еще вчера. В 10 часов вечера на пост заступило более 100 единиц техники. Правда, уборку снега отложили на утро. Основной упор был сделан на обработку проезжей части реагентом, для того, чтобы предотвратить слепание снега и накатывание на проезжей части, и ее прометание. Вывоз снега был организован ближе к утру. Он составил нас, вывезли мы за эту ночь чуть более 2000 кубических метров снега. Чистят, успевают? Ну, где-то чистят. В начале Ленинского ездил, но вот здесь, как сами видите, не очень. Узнать, где находится техника, можно онлайн на сайте Барнаула. Так, например, в 4 часа дня на уборку выехало 65 машин. Чистили, например, проспект Ленина, улицу Загородную и Попова. Синоптики обещают, завтра ветер утихнет и выйдет солнце. Но уже в понедельник в Алтайский край придет оттепель. А значит, снегопад вернется. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну, а между тем, в Алтайском крае продолжается масштабная вакцинация студентов от COVID-19. В средствах массовой информации неоднократно писали о том, что многих принуждают поставить прививку. Наша съемочная группа решила побывать в пунктах, где вакцинируют студентов, чтобы убедиться в искренности их выбора. Тему продолжит Валентина Аскерова. Здравпункт педагогического вуза. Сегодня на паузе. Вакцинацию студентов отложили. На один день возникли небольшие перебои с вакциной. Они сегодня только получают. Закончилась вакцина в поликлинике. Ее ограниченное количество осталось. Они не смогли нам выделить. Поэтому они попросили перенести. Мы его не отменили. Мы просто перенесли. Все желающие, кто на сегодня записывался, они могут провакцинироваться завтра. Приходят добровольно по предварительной записи, отмечает Лариса Воронцова. В день защиту от коронавируса получают 70 человек. Уже привито больше половины студентов педагогического вуза, отмечают медики. Конечно, студенты сейчас активно идут. Потому что вход в большие гипермаркеты сейчас по QR-коду. Нет QR-кода, нет допуска, нет посещений. Ну а молодежь стремится посещать. Давление, сатурация – стандартная процедура перед прививкой. Их молодежь технического университета прививается активно. 30% студентов уже поставили препарат. Получается, я работаю, поэтому на рабочих попросили поставить вакцину. Я думала, будет очень больно. Я вообще с детства боюсь экологов, так что было достаточно не больно. Как бы и все говорили, что вакцина… Ну, не все хорошо пройдет. Не знаю, сходила, вроде все нормально, жива-здорова. Здравпункт вакцинирует студентов с 1 ноября. За это время прибили 200 человек. Есть и те, кто по здоровью получил медотвод. С 1 ноября троим давали медотвод по заболеванию. Потому что необходимо было, чтобы студенты сдали анализы. Только тогда, когда они сдают анализы, терапевт допускает их до вакцинации, если это необходимо. Без записи по живой очереди. В Торце весна работает один из трех барнаульских пунктов вакцинации. Сюда могут прийти как студенты, так и гораздо более взрослое население. Ажиотаж не такой большой, как в том же геомаркете. Но люди идут. Про эту вакцинацию кто что. Тут интернет, тут вообще сбесился все. Кто что, не знает. Мне-то как-то все равно. Что будет-то. А почему вы ее ставите? Ну, раз везде заставляет. Ну, один хочет, театр там. Да, правда, что театр. А я вас умоляю. Мы вакцинировали уже 3200 человек. Из них большинство, конечно, это вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Также используется вакцина «Спутник Лайт», но она используется только для ревакцинации или после перенесенного заболевания ковида. Двухкомпонентную вакцину впервые прививающимся рекомендуют ставить и специалисты здравоохранения. К слову, на сегодняшний день в Алтайском крае привито чуть больше 50% взрослого населения. Для коллективного иммунитета нужно еще 30%. А что касается поставок вакцины, этот вопрос Минздрав держит на контроле и добавляет – перебоев с поставками нет. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжим. На железнодорожной станции Заринска обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. На станции Заринская в тупике рядом с цистерной аммиакой 60 тонн обнаружен лежачий на ЖНД путях сотрудник ВОХР. Чуть позже подобное устройство нашли в местном Думе культуры. Эти два дня для Заринска были волнительными. В городе проходили масштабные антитеррористические учения. В них принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, представители власти. По легенде, два объекта подвергли угрозе взрыва, а в здании правоохранителей проникли террористы. В рамках учения отрабатывали освобождение заложников, захват преступников, тушение возгорания, работу пунктов, медицинской и психологической помощи пострадавшим. Всего было задействовано 570 человек и 130 единиц техники. По итогу в краевом оперштабе остались довольны уровнем подготовки заринских сотрудников к ЧАЭС. Как избавиться от курения и предотвратить болезни, которые эта привычка вызывает? В Международный день отказа от курения этот вопрос обсуждали специалисты за круглым столом. Сейчас много медикаментов, сейчас много всевозможных способов помочь человеку. Например, все мы знаем, что есть швачки, есть спреи, есть пластыри, есть и таблетки всевозможные. Если нужно по необходимости, назначаем психотропные препараты, антидепрессанты. Всего в Алтайском крае в 2021 году за врачебной помощью обратились почти 2000 человек. Половина из них прошли лечение от зависимости, но только около 350 пациентов находятся в ремиссии. Еще 484 человека продолжают реабилитацию. По словам врачей, количество обращений стабильно с 2018 года. Курение как активное, так и пассивное значительно повышает вероятность развития раковых заболеваний. Причем больше всего рискуют любители дешевых сигарет. За год алтайские онкологи спасают свыше полутора тысяч больных с периферическими и центральными образованиями в легких. В обоих случаях наиболее эффективным методом лечения является удаление тканей. Причем жертвовать приходится и частью здорового материала. При большом стаже курения свыше 10 лет врачи рекомендуют ежегодно посещать компьютерную томографию легких. Это позволит выявить заболевания на ранних стадиях. Мама ребенка с ДЦП обратилась к нам за помощью. По ее словам, в поликлинике ей не предоставляют препарат, который почти 6 лет помогает сыну бороться с приступами эпилепсии. Что предлагают взамен и почему женщина не хочет менять то, что реально работает, расскажет Анастасия Дороган. До конца только ножки выпрямляй. Каждый свой день Елена посвящает сыну. Зарядка обязательно. Нужно укреплять мышцы ребенка с ДЦП. Данил делает успехи с поддержкой, но ходит. И очень заинтересован в учебе. Уроки делает с удовольствием. Русский язык – любимая дисциплина. А любимая игрушка – шарики. Шарики почему-то у нас в свое время произвели такое впечатление, что он сейчас просит. Поддерживать настроение и состояние ребенка Елене непросто, так как силы уходят и на борьбу с системой. В поликлинике ей отказывают выдачи препарата, который блокирует у Данилы приступы эпилепсии. Если бы я не знала, что такое эпилепсия и какие бывают приступы с остановкой дыхания, то есть это очень тяжело. Это все у вас было, да? Это все у нас было. Но Кепра нас держала все это время. Они предлагают нам, давайте попьем заменитель этого препарата. Если станет хуже, тогда мы вернемся к Кепре. Все это время они нас всячески пытаются перевести на левитинол, левитерацитам и так далее. При том, что врачи мальчика черным по белому пишут, что замена на дженерике нежелательна. Возможно ухудшение. Продолжать лечение Елене помогает в НФ. Просим Минздрав в очередной раз обратить внимание на необходимость оперативного обеспечения льготными препаратами соответствующих категорий. Ну и приоритет на лиц с ООЗ своевременном. И принимать необходимые шаги для того, чтобы это все-таки осуществлялось на регулярной основе. В том числе осуществлялось коррекцией для того, чтобы были периоды времени для закупок. Если раньше нам хватало этого флакона на два месяца, то сейчас нам нужно гораздо больше. Сам мальчик силы духа не теряет и берет от жизни все. Я слушаю Антонова. Да, музыку он еще любит у нас. Антонова? Да, у нас такой достаточно своеобразный репертуар. Антонов, Бернес, Пугачева. В 2019 году в НФ приняли 9 обращений по поводу препарата Кепра. Как правило, загвоздка состояла в промедлении чиновников при закупке или в том, что расход лекарства при взрослении ребенка не корректировали. В таком случае специалисты советуют обращаться в Минздрав, Росздравнадзор, прокуратуру. Елена пока пытается решить вопрос без правоохранителей. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Алтайскому краевому театру драмы имени Василия Шукшина исполняется 100 лет. В качестве подарка для зрителей театр подготовил выставку. Однако в этот раз было решено отказаться от привычных стендов с фотографиями, и им на смену пришли интерактивные экспозиции. Для работы над проектом были приглашены профессиональные дизайнеры и архитекторы. Когда я увидела первый проект этой выставки, они пришли ко мне и говорят, «Ну давайте, мы вот сейчас вам нарисовали, потом обсудим, не понравится, мы еще раз нарисуем. Когда увидел, сказал, ребят, что рисовать-то, тут все так красиво, не надо». Семиметровая металлическая инсталляция. При создании авторы черпали вдохновение в работах авангардистов начала прошлого столетия, создавали эту художественную конструкцию из частей старых театральных декораций. Вся эта инсталляция, она собралась из вот таких осколков спектаклей прошлых лет. Все части этой конструкции когда-то были на сцене, в них, собственно, есть дух театра. И дух театра наполняет не только фойе, но и выставочные зоны. Всего их здесь девять. Каждая посвящена отдельным этапам театральной жизни – от сценических костюмов до сценарных набросков. Сценарии, которые нам когда-либо присылали, пьесы, они очень давние, имеют свою историю. Здесь все можно потрогать. Листочки, которые летят вокруг нас, символизируют то легкое вдохновение, которое должно посещать драматургов. Помимо бумажных экспонатов, в поиске которых помогали уже не театральные, а музейные сотрудники, на выставке представлен и реквизит, принимавший участие в сотнях постановок. Здесь же и сценические костюмы, примерить которые может каждый. Мы в нашей выставке постарались вспомнить и нынешних работников, кто сейчас работает в театре, отдать им дань благодарности. Вспомнить тех, кто трудился на славу нашего театра 10, 20, 30, 100 лет назад, с чего все это начиналось. А лично отдать дань благодарности театралам можно будет в течение всего сезона до конца мая. Сотрудники советуют выделить дополнительные полтора часа перед началом спектакля, чтобы ознакомиться со всеми выставочными зонами. И напоминают, вход возможен только при наличии QR-кода. Арчен Гусельников, Александр Антропов. День с толком. А сегодня день рождения у российского Деда Мороза. И считается, что именно с 18 ноября, несмотря на календарь, наступает настоящая зима. А значит, для Деда Мороза самое время доставать шубу и принимать заказы. Какой он барнаульский Дед Мороз и как он готовится к праздникам, узнавала София Яценко. Ух, хорошие чувства будут праздники. Ох, рады будут дети меня видеть. Целый год не виделись. Глядишь, и забыли уже деда-то, а? В свой день рождения барнаульский Дед Мороз Андрей отмечает скромно, но нарядно. Шуба, традиционный макияж и, конечно же, длинная борода. Говорит, главный праздник еще впереди. Нравится дарить детям радость, улыбки какие-то, создавать для них сказку. Ну, что-то, в общем, такое в этом есть душевное. И, наверное, это даже меня, как взрослого человека, опять же, погружает в какие-то приятные детские воспоминания. В роли Деда Мороза Андрей уже третий год. Отмечает, за это время успел не только подарить людям сказку и ощущение праздника, но и заставил снова поверить в его существование. Девочка в определенный момент заходит и видит, что подарки уже готовы. Снег, следы. Что это такое? Кто это был? Это что, Дед Мороз? Она, естественно, ее следы ведет на балкон, она выходит на балкон и вдруг видит, как Дед Мороз идут со снегурочкой. И она говорит, вау, так значит, он существует. Всего за пару предновогодних недель Андрей успевает устроить порядка 50 праздников. К работе подходит ответственно. Готовится уже сейчас. Сегодня у меня день рождения. О, как видите, на мелота, я посохом своим как ударил, так снег пошел и ветер. Вьюга, настоящая сибирская зима. У меня в Великом Устюге, между прочим, точно так же. Так же много снега. А как Дед Мороз празднует свой день рождения? Как? Дарит подарки, радость людям в дом приносит. Дед Мороз признается, конкуренция в Барнауле не маленькая. И с каждым годом количество дедушек только увеличивается. Но, по словам Андрея, это его не пугает, и он уже готов радовать и детей, и взрослых. Осталось только починить посох, сломанный на прошлогоднем корпоративе. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. К новостям спорта. С каким счетом проиграют хозяева? Такой вопрос волновал болельщиков баскетбольного клуба «Барнаул», которые, правда, могли следить за встречей лишь онлайн. На своем родном паркете наши принимали Самару, действующего чемпиона Суперлиги-1. Дмитрию Дроздову, можно сказать, в порядке исключения, разрешили присутствовать на матче. Барнаул будет догонять Самару. Наши проиграют. Будем весь матч вынимать мяч из кольца. Такой настрой на поединок с действующим чемпионом Суперлиги-1 был у болельщиков местной команды. Но история создана для того, чтобы ее творить. Игроки «Барнаула» с первых минут матча дали понять – легкой прогулкой для самарцев эта встреча не будет. И как приятно звучит – «Барнаул» – дебютант лиги, обыграл чемпиона. Да, мы сегодня сыграли более командно, более уверенно. Уже не чувствовалось таких нервов, как в прошлой игре с «Руной». Сегодня хорошо защищались. Начало встречи получилось равным. Команды обоюдно набирали свои очки. А дальше произошло самое интересное. «Барнаул» просто смял своих соперников. И подопечные Евгения Огорева ввели в 16 очков. Потом был такой тонкий момент, где могли мы забить, пропустили. Опять могли забить, пропустили. И вместо уйти в плюс 5, мы шли в минус 4. И там уже концовки на удачу, на фалах. Однако чемпионы собрались мыслями и сократили отставание. И даже вышли вперед. Начались качели, можно сказать, игра до первой ошибки. И дрогнули как раз-таки самарцы. Перетянув канат победы на свою сторону, «Барнаульцы» добывают победу 74-66. Сегодня был в основном характере. Ребята его продемонстрировали. Хотели нам доказать себе. И в первую очередь, что они могут структурировать. Отсюда и результат. После 9 игр алтайская команда расположилась на 7-м месте из 15. Сейчас у наших будет небольшой перерыв. Это шанс игрокам отдохнуть, восстановиться от травм. И в полном объеме сыграть дома 4 декабря против Свердловского «Темпа». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Эстафету побед баскетболисты передали хоккеистам «Динамо Алтай». Барнаульцы в завершающем матче ВХЛБ против «Кристалла» решили пощекотать нервы своим болельщикам. Но победную серию наша команда все же продолжила. Матч для многих начался неожиданно. Гости смотрелись предпочтительно и вели 2-0. А вот когда «Динамовцы» начали играть, то «Кристалл» перестал блистать. Хозяева отыгрались и вышли вперед. Красивая победа алтайской команды 3-2. В турнирной таблице наш коллектив занимает первое место. На два очка отстают челунинцы. Именно с ними «Динамо Алтай» сыграет в следующем туре. А на этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы «Завтра в это же время». Я напомню телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде и спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok